Всем привет! С вами я, Морская Свинья! И сегодня мы будем играть с вами в Тень Судьбы! Да, в эту замечательную японскую игру 2002 года от компании Konami и KCI Tokyo All Rights Reserved. В общем, эта хорошая игра в стиле квеста напоминает чем-то нам всеми любимый квест Сибирь. Поэтому я и выбрала его. Ну и, конечно, всё тут нарисовано в аниме-стиле. И вот тем самым мы начинаем в эту замечательную игру играть вместе со мной. Ну что ж, давайте окунёмся в эту замечательную игру. Хочу сказать, что мы будем путешествовать во времени. Да, это что-то вроде Марти Макфайя, но это будет круче. Так что давайте начнём. Пролог. 8.04.1001.14.00 Как видите, это наш главный герой. Вышел с какого-то кафе. Написано по-русски. Локализация от Fargus. Так что я думаю, здесь более-менее она звучит. И на слух, и на зрение. Ладно, давайте смотреть. Не мешаем. Как мило он волосами. Оба-на. Необычное начало. Что мне нравится в этой игре, так это великолепная музыка. Некоторым она не нравится. Некоторые говорят, что наоборот надоедает и плохо сделано. А мне как-то она сразу переносит какую-то сказку. Тень судьбы. Только послушайте это. Да, видимо нашего главного героя убили прямо в начале игры. Что ж, это неплохо. Что за... Что происходит? Что, черт возьми, могло случиться? Я мертв? Яблочко. Кто здесь? Ну и как отчувствовать себя как невидом, Эрик? Черт возьми, кто это? Ты издеваешься надо мной? Семен, прошу прощения, если я не видел тебя. Ты обречен сегодня. Видишь ли, ты обречен умирить. Что? Но если у тебя есть желание как-нибудь самому изменить свою трубу, я могу дать тебе немного силы. Как тебе это положение? Договорились? Нет уж, спасибо. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Почему? Ты мне не веришь? И не поверю. Я все понял. Ты сатана, дьявол, и ты все сделаешь взамен на мою бессмертную душу, и все такое. Я прав? Твою душу? Прошу тебя в наше время. Так, кому сейчас в наше время нужна душа? Так это того, чтобы ты выжил. Дай-ка мне все немного обдумать. Конечно, конечно, давай. Но не заставляй меня ждать слишком долго. Я не очень люблю, когда меня заставляют ждать. Потому что какой мне смысл иметь? Либо ты умрешь здесь и сейчас, либо ты предпратишь это. Все очень просто. Что ты любил тебе? Хорошо. Прости, что назвал тебя дьяволом. Я еще не хочу умирать. Пожалуйста, помоги мне. Хорошо. Но я хочу, чтобы ты кое-что знал. Ты должен понять, что у тебя ждает отрывая судьба. Это значит, что то, что ты смог избежать смерти, а значит, не означает, что тебе ничего не раздум. Пока не дадешься коррами проблемы, ты не обманешься судьбу. Так что вернуться к жизни еще не самое сложное. Дружище, здесь уж ничего не поделаешь. Ты прав, но здесь уже выступают твои собственные силы. Ты готов? Я дам тебе немного моей племенной силы. Я дам тебе этот социратор. Используй его. Вот нам дают немного поуправлять. На, вот она. Вот она как управляется, оказывается. Вот в американской озвучке, точнее в английской, там говорится дегипет, а тут цифроллятор. Ну и в общем, сама озвучка неплохая. Актеры хорошо выполняют свою роль. Ну что ж, давайте возьмем этот цифроллятор. Но это не значит, что ты можешь использовать его, когда и дети захочатся. Он будет реагировать на явления, которые будут иметь отношение к тебе, как к его пользователю. Как только он начнет реагировать, его можно использовать. Нельзя решить настоящую проблему, просто используя его, когда ты вот-вот улюбишь. Лучше использовать его для того, чтобы лидировать саму причину твоей смерти. Ах, да, еще вышло. Что-то еще? Да, и это очень важно. Если действие начинается во временном проживке, в котором ты жил, пожалуйста, возвращайся медленно. Другие люди эти предметы просто остататься в другом времени целыми и невредимыми. Но на тебя, как на на пользователя, это не распространяется. Если он начнет действовать, тебе нужно быстро вернуться назад или вообще никогда не сможешь вернуться. Берегись этого, похоже, что время это нечто даже более серьезное, чем ему попадутся. Ну тогда же, члены. Ну что ж, нам дали цифролеатор. Все время хочу сказать Дегипет, потому что я сначала скачала версию, где не было озвучено Фаргус. Я когда уже запомнила Дегипет, Дегипет. Ладно, давайте, поехали. Поехали во время. Клево, да? Четвертое, восьмое, две тысячи... Сэр, пожалуйста, проснитесь. С вами все в порядке? Вы плохо себя чувствуете, сэр? Знаете, как-то напомнила сразу Брокен Суорд. Вот это кафе. Сэр! Герой в зелененькой курточке. Блондин тоже. Только японец. Хотя нет, он тут даже не японец, европеец. Но в японском стиле. Официантка тоже похожа. Посмотрела так, будто что-то выкрала она. Прошу прощения. Я заснул. Мы тоже спали немного. Мы перевестились во времени, видите? Дана? Дана, хватит! Ну, ладно. Хватит, надо мне ржать. Заигрывает с нами, смотрите. Уже только проснулись, а с нами уже заигрывают. Но придется изменять нашу судьбу Эйк. И нам надо это предстоит сделать вместе. Деньги. И денег никак. Я просто оставлю то, что должен за кофе здесь. И вот мы вернулись в начало. Только чуть-чуть раньше времени. Я все еще не могу поверить в то, что только что случилось. Но так как у меня этот цифролятор, то думаю, что это все-таки действительно произошло. Да, это был не сон. Обычно всегда так делают в фильмах. Или еще где-нибудь. Вроде все приснилось, а потом оказывается, что вещь у тебя в кармане. Ну, куда можем зайти? О, девочка. Привет. Девочка. Что вы хотите? Ничего. А ты что хочешь от меня? Смотрите, как странно на меня смотрит. Как-то странно все. У меня эта игра очень странно висит. Может быть, слишком старая. Может быть, слишком новая. Не знаю. Смотри, какой у меня компьютер. Как это все так резко. Может, надо попробовать что-то поменять на стройках. Блин, я не могу так. Посмотрите, я просто вот так вот все. Это ужасно. Я не могу так играть. Ладно, давайте зайдем в кафе. Обратно. В смысле? Нет? Кажется, я пришел. Я знаю, что ты пришел. Блин. Неудобно, что вот надо стрелками вверх-вниз и влево-направо управлять им. Я привыкла в A, S, D. W, точнее. Если будешь совсем... О, бочки. Ой. Ой. Так. Тут немного вылетела игра, и мы подошли к бочкам. Я не знаю, что тут произошло. У меня просто все вылетело. Чуть ли я сама не вылетела за стула, когда увидела, что тут все вылетело. И, конечно... Потому что игра старая, и как-то она у меня плохо играет. Ну, давайте посмотрим на Эйка. Какие длинные ноги. Просто вообще гигантские ноги. Какой интересный у него рост. Может быть, снова подойдем к бочкам, он что-нибудь скажет нам. Бочки. Может, с ним поздоровались бочки, и он немного уже отошел. Предсказание будущего. Хм. Это неплохо. О, это прям как Мадам Зази. Мадам Зази в Брокенсворд. Все прям очень похоже, я не знаю. Может быть, они вдохновились в Брокенсворд и сделали это. А может, наоборот. Хотя нет, Брокенсворд был и раньше. Добро пожаловать. Я ждала тебя. Это у него волосы такие белые? Вообще-то я просто случайно проходил мимо и остановился. И я хотел бы попросить о вас предсказать мою судьбу. Скоро ли я умру? Для тебя я сделаю это бесплатно. Ооо. Спасибо. Мне действительно необходимо. Пожалуйста, не говорите. Мне просто обыкновенные приятные обещания. Это очень важно для меня. Не беспокойся. Так она блондинка или как? Я не понимаю. Это у нее торчит волосы белые. Два тридцать. Что? Что бы я ни предвидела, ты можешь изменить. Если ты ничего не предпримешь, А вон вроде глаза виднеются. Слабрушится на тебя. Но мне кажется, я вижу в тебе силу, способную пойти наперекор судьбе. Пойти наперекор судьбе? Если, например, твоя судьба погибнуть от удара ножом во время прогулки, после того, как ты отсюда уйдешь, это случится, если ты будешь один в этот роковой момент. Но если ты знаешь, что тебя ожидает, то найдешь людей, которые будут с тобой, и ты не будешь беззащитным. И что тогда? Если ты среди людей в судьбоносный час, убийце придется забыть про свой план. И судьба будет изменена. Но малейший поступок изменит все, что последует за ним. Как все изменится, никто не может сказать. Уж слишком все взаимосвязано и запутанно. Я не могу тебе помочь с тем, что ждет тебя в далеком будущем, так как твои поступки могут привести к еще более серьезной опасности. Но если судьбу можно изменить, ты должен бороться изо всех сил. Если ты сможешь вернуться сюда, после того, как назначенный час миновал, тогда я скажу тебе следующее предсказание. Хорошо. Я думаю, что могу доверять тебе. Ого, цифровлятор. Что-то он зазеленел. Ой, ой, времени... Что там? Что там было написано? Времени... Там отсчет времени или как? Тогда нам надо... Что это светится? Взял единицу энергии. О-о-о! Так. Что делать? Как играть? Переход во времени. Итак, вы можете путешествовать во времени, набрав цифровлятор в окне предметы. Нажмите кнопку предметы и выбрав направление из предлагаемых. Так, что за кнопка предметы? Ладно, потом узнаем. Вам нужны единицы энергии, чтобы путешествовать во времени. Прибор на экране показывает число единиц энергии, у которой у вас есть. Без них путешествовать во времени нельзя. Их можно найти везде в игре. Выбирайте их, если вам они нужны. О, видите, вот тут уже подсказка. Первое. То, что тут надо находить. Условие 2. Вам нужна возможность для путешествия во времени. Цифровлятор реагирует на временные зоны, имеющие отношение к эйку. Со временем их количество растет. В самом начале вы не можете путешествовать во времени. В смысле? Когда вы сможете путешествовать, индикатор цифровлятор в вашем кармане начнет светиться. Так мы не сможем или как? Надо посмотреть. Когда это случится, вы сможете путешествовать и в те временные зоны, в которые путешествовали раньше. Все? Это все? Что за карта? С самого начала у вас есть карта города. Вы можете ее выбрать в окне предметов. Кнопка предметы. Есть ли такая кнопка вообще на клавиатуре? Или вообще это мышка? Или нажать на кнопку карты, чтобы сразу посмотреть на нее. Надпись. У эйка есть привычка записывать все, что он делает. Если заблудитесь, почитайте свои записи. Вы можете ее выбрать в окне предметов. Кнопка предметы. Предсказательница. Предсказательница, которая дает эйку советы по поводу времени судьбы, находится в бывшем доме алхимика. Можно найти его по карте. Вы можете пойти туда, чтобы узнать, сколько времени осталось и т.д. И т.п. Ладно. Ладно, ничего интересного как не было, так и не будет. О, вот она кнопка предметы. Правая кнопка мыши. Если кто хочет играть со мной одновременно, то, пожалуйста, кнопка. Правая кнопка мыши. Это предметы. Ух ты. Смотрите. И че? Дальше что? Ладно. Могу ли я изменить свою... Могу. МГУ. МГУ. МГУ может изменить твою судьбу. Я могу точно сказать. Могу ли я изменить свою судьбу? Перед тем, когда я умер, я шел один. Может, если бы со мной был кто-то еще? Ладно. Еще интересно. МГУ только его изменяет. Ну, это уже понятно. Итак, смотрите. Бывший дом алхимика. Это мы сейчас тут. Кафе Звонок. Отличное название для кафе. В общем, день. Площадь. Улица Рунгранта. Рун... Рукграта. Рукграта. Кто придумал? Улица Хаупт. Южные ворота. Музей Бруно. О! Бруно. Брума. Брума. Нет, не Бруно. Восточные ворота. Улица Рудольфа. Ну, тут понятно. Фотомагазин Франсона. Булочная Мэри. Улица Кирша. Бар Зун Эй. Зум Эй. Зум Эй. Церковь. Все. Все прочитали. Антикварный магазин. Мэрия. Кафе Звонок. Еще можно телепортироваться, нет? Тут еще до этого не дошли, да? Это вам не РПГ. Вот так вот рисовать, вот так... Телепортироваться. Ладно, посмотрим, что еще. Если я могу использовать его для разговоров, возможно, я смогу использовать его для чего-то еще. Для чего еще использовать фотки? Господи, фотки. Я хотела фотоаппарат сказать, это же телефон. Нифига себе телефон какой. Помню, раньше были такие Ноки. И это устройство для путешествий во времени. Его можно использовать только в определенные моменты. А сейчас можно? Что, можно? Смотрите, мило очень сделано. Ух ты! В смысле закончить игру? Что происходит? Закончить игру. О! Если я отправлюсь в прошлое, может, я смогу собрать группу людей. Время, в котором я существую. Время, в котором я существую. Это загадка? О! Смотрите, мы перемещаемся. Ну, с богом. Ух ты! Клево он, конечно. На самом деле, игра очень хорошая, по задумке. Мне нравятся такие игры. Где мистика всякая. И вроде и не страшная, и интересная, как сказка. Ух ты, собака, смотрите. Целая, наверное. Так, собрать кучу людей, кучу поклонников. Вот сейчас я буду вас учить, как надо собирать кучу поклонников. Так, что случилось? Собака? Злая собака сейчас убьет. Кажется, я пришел. Да, ты пришел. Куда ты пришел? Я не понимаю, куда он пришел. Так странно, что... Смотрите, тут время идет. Нам нужно успеть. Иначе... Иначе... Ой, это кто вообще? Кто эта женщина? Первый раз ее вижу. Здравствуйте, мадам. Мадемуазель. Простите, вы не видели здесь поблизости мужчину? А, может быть, это я? Ну, если я вот для вас не мужчина, тогда называйте меня Мэри. Если вам так больше удобно. Блин, текстуры пропадают. Так, что это за собаки? Это что, ограничение? Куда мне можно идти? Вот эти собаки. Кажется, я пришел. Кажется, я пришел. Я понимаю, что ты пришел. Но куда ты пришел? О, господи, Ик. Так, зашли в какое-то... В какое-то здание. О, привет, растение. Где оно? Я не вижу тебя. Камера не поворачивается в этом месте. А вот второе. Ух ты, смотрите, это же одуванчик. Нет, не одуванчики. Хотя, кто их знает, этих японцев. Очень милые растения. Мне нравятся они. А это что такое? Дверь. Ух ты. Ух ты, женщина. Женщина. Придите, пожалуйста, на площади. Я могу вам помочь. Если вам нужна карта города, можете ее взять. Кстати, если вы хотите посмотреть на карту, просто нажмите кнопку карта. Спасибо большое. Взял карту старого города. А вы не могли прийти на площадь? Меня хотят убить. Я могу вам помочь? Если вам нужна карта города, можете ее взять. Ну, ладно. Значит, вы хотите, чтобы я умер, да? Чтобы такой симпатичный парень, как я, просто взял и умер. Какими-то людьми. Кто, интересно, желает ему зла? Надеюсь, мы это узнаем. Когда будем путешествовать во времени. Как Марти Макфлай. Ух ты, смотрите, рыжеволосая женщина. Она обязана просто прийти на площади. Что? Хотите назначить свидание? Сделайте одолжение. Уйдите. Я странно выгляжу. Не обращайте внимания. Ничего, что у тебя лилия на башке. Ладно. Она нормальная. Мы умираем, она не хочет к нам идти. Тогда где я наберу группу людей? О, старушка, бабушка, бабушка. Ничего интимного. Ну да, один уже тут бегает. Спасибо. Хотя бы один человек уже будет. Черт, у нас времени в обрез. О, камера же может поворачиваться. Я тут бросила мышку уже. Думаю, что так все пойдет. Так, я видела девочку. Девочка. Девочка. Бочки, девочка, девочка. О, в кафе. Они могут прийти ко мне. Простите, сэр. Вы не могли прийти? Вы не умеете разговаривать? Ладно. Мистер Фридман. Буду звать вас так. Ух ты. Это же я. Я сплю. Я сплю. Черт. Я что-то сделала. Нет. Я уничтожила все. Я уничтожила. Что происходит? Не надо меня убивать. Это уничтожишь тебя. Не уничтожай. Спасибо. Спасибо, что предупредили. Я не хочу больше. Ооо. Нет. Нет. В жизни это постоянные изменения. Это было ужасно. Я. Я. Я собрала уже толпу. И случайно дотронула. Я хотела просто посмотреть на себя. Это невозможно. Ладно. Что было, что то было. Ладно. На сегодня, я думаю, закончу этот летсплей. Ждите меня в следующей серии. Я наконец соберу толпу. И надеюсь, я не буду больше себя трогать. Запомните, не трогайте себя, если окажетесь прошлым. Это главное правило этой игры. Тень судьбы. Ну, с вами была я, морская свинья. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилась эта неудачная серия. Потому что я вообще тут, как последний лузер, загубила нам такой хороший... Такой хороший летсплей взяла, загубила. Ладно. Простите меня. И ставьте лайки. Всем пока.